Я не знаю, чтобы меня мама с бананами навещала, поэтому, конечно, здоровье важнее. Потом я прочитал, что там 30 чернососинцев было, и подумал, да ладно, в следующий раз. Потом я у него подписывал, это «Здравствуйте, фотограф», «Фильма». И там вы уже в фотку «Люмэн» в магазине. Я сразу понял, что вы на радиостанции «Эхо Москвы», поехал туда, чтобы встретиться с вами. А вас там уже нет, где-то, конечно. Поэтому, наверное, ваш охранник меня принял за нас. Ну, короче, это вступительно. А вопрос такой, немножко не по теме. Это кто в плане политических деятелей мировой истории с прошлого, кого-то является примером. Просто я сам учусь для преподавателя, но я не хотел бы узнать. Адский вопрос. Часто спрашивают, а я все время теряюсь. Я не могу, мне сложно сказать, какой-то конкретный политический деятель. Их много классных. Вот сейчас любые люди, которые находятся в топе политики американской, европейской, это люди, которые пробились через суперконкуренцию. Начиная от Трампа и Хилари Клинтона, и сейчас то, что во Франции мы видим интересные процессы происходят. Все эти люди, они реально выдающиеся. Потому что в условиях конкуренции они проходят туда. Это не как Путин, которого просто Ельцин там выбрал, там был список. Он сказал, ну это похоже такой нормальный чувак. И назначил его президентом. Это люди, которые прошли через... Вот они просто пробивались туда. Пробились. И это, конечно, выдающиеся люди. Я читаю книжки, я слежу за ними. И мы пытаемся какие-то, не знаю, технологии, которые возможно использовать. Хотя вот мы сегодня с Волковым обсуждали, после того, как этих яиц, которые... Типа, да, начальник штаба Обамы об этом в книжах не писал. Много замечательных людей, я за ними, за всеми слежу. Одного не могу выделить. Но что касается ваших прекрасных слов, которые сказали вначале, сфотографируемся и обнимемся только в конце. Алексей, вы много рассказываете за внутреннюю политику. Какое ваше видение внешней политики нашей страны? Как вы будете выстраивать отношения с Америкой, с Евросоюзом? Отношения с Америкой и Евросоюзом, их не нужно, на самом деле, особенно выстраивать. Сейчас они выстраиваются каким образом? Мы согласились быть сырьевым придатком. И это имеет практическую такую имплементацию. Реально процент доходов от нефти в федеральном бюджете, он растет и вырос со времен Советского Союза. Европа на это смотрит и говорит, ну хорошо, если они готовы быть сырьевым придатком, пусть будут. Последние плюс два года, на фоне экономических проблем три года, мы начали пугать. Вот сейчас мы устроили войну в Европе, мы устроили фактически, мы сделаем то, мы сделаем все, для того, чтобы просто переключать повестку. Россия в этом не нуждается. Политика России в целом, включающаяся внешне, с моей точки зрения, заключается в том, что ресурсы мы направляем на решение проблем. Сначала убираем этот снег, потом реконструируем Пальмиру. Ну то есть в такой последовательности. Задача внешнеполитическая стать лидирующей страной Европы. Это возможно, я считаю. Количество населения, уровень образования, достаточность природных ресурсов и все остальное, говорит нам о том, что это реалистичная цель, стать одной из ведущих, возможно, перспективе ведущих страны Европы. Вот это наша цель, чтобы люди богатели, и мы приобретали свою экономическую мощь через то, что мы просто стали богаты. Потому что пока у нас сейчас в Уфе зарплата средняя 30 тысяч рублей, ну какой перечень? Чем мы кого напугаем? Мы не можем содержать армию. Даже меньше. Трамп, на которого Путин молился, пришел и сказал, что выделит на содержание сколько там? 500 миллиардов долларов дополнительных. Ну, как короче, бразилион долларов, огромная сумма, непредставляемая даже в российском бюджете. С кем мы там можем тягаться? Тягаться мы можем только в программе Киселева и Маргариты Симоньян, которые рассказывают нам в сказке, что наш этот обмирал Кузнецов с дымящей трубой испугал всю Европу. На самом деле мощь, в том числе и внешнеэкономическая мощь, производная от экономической мощи внутри страны, в конечном итоге производная от зарплат. Когда здесь все будут получать столько, сколько в Германии, тогда мы будем очень круто иметь. Спасибо. Алексей, хотел бы тоже в позитивном ключе задать вопрос. Когда вы станете президентом, то вы делаете очень много расследований, и эти расследования звучат достаточно убедительно. При этом эти расследования касаются огромного количества людей, которые занимают руководящие посты во многих ведомствах. Вы говорите то, что эти люди, которые согласно расследованиям, и я думаю, что вы здесь действительно убедительно являются преступниками, потому что они воруют деньги, они, соответственно, перестанут занимать свои посты, раз они преступники, поскольку они преступники. Верно? Отлично. Система государственная в России, она очень большая. То есть этих людей найдется гигантское совершенно количество, которые воруют, которые будут сняты. Соответственно, вот этот большой образовавшийся вакуум людей, которые должны... Где вы найдете нормальных чиновников? Каким образом вы планируете решать эту проблему? Где вы их найдете? Будет ли их же столько? Вы собираетесь сократить как-то государственную систему? То есть вы убрали то, что было? Что вы будете делать взамен? Окей, я понял вопрос. Хороший вопрос. И он постоянно звучит в различных интерпретациях, и в конечном итоге это сводится, что у нас одно ворье везде. Ты ворье прогонишь, а кого ты ворье заменишь? И у нас нет других людей. Но на самом деле есть другие люди. Во-первых, вот это вот главное ворье мы, естественно, пересажаем. Во-вторых, когда во главе государства будут люди, которые генерируют другие сигналы, которые живут на самом деле по закону, те ниже, они просто будут работать по-другому. Человек привыкает ко всему. Если сейчас чиновник, не знаю, в администрации Уфы видит про вот эти вот медведевские 70 миллиардов, ну, конечно, он, блин, не будет вывозить снег и заберет себе деньги. Потому что так положено. Потому что так все делают. А если верхушка государственной власти будет работать по-другому, вся страна изменится. И мы это наблюдали в истории человечества много раз. Есть китайцы. Про китайцев принято говорить, что у них там коррупция в крови. Но китайцы есть и в Гонконге. И вот одни китайцы в Гонконге, у них практически нет коррупции, а другие китайцы через дорогу в Китае, у них коррупции много. Почему? Потому что власть другая. То же самое с Сингапом. Азиаты живут, и тоже много про них рассказали баек, про то, что они склонны к коррупции. Но тем не менее, в Сингапуре практически нет коррупции. Финляндия, бывшая страна Европейской империи, живут бухарики, очень похожие на нас. Ничего, нет коррупции. Ноль коррупции при всех остальных проблемах и так далее, и так далее. Поэтому общество меняется. Просто как раз вот этот 1% активного населения должен заставить общество измениться. Оно довольно быстро изменится. Но опять же, такой сбитый пример Грузия. Вы все в основном люди молодые, из Советского Союза не помните, но ведь в Советского Союза грузин-милиционер или грузин-прокурор это было олицетворение коррупции. Ну просто олицетворение, символ коррупции. Тем не менее, за достаточно короткий срок они коррупцию хотя бы не зову, патрульных полицейских, грузины перестали брать взятки на дорогу. И это случилось не то, что уже в течение жизни одного поколения. Это случилось за 5 лет. И в России это случится. Будут русские действовать так же, русские башкиры-татары, извините, все будут жить так же, как они же живут в Канаде, когда они туда ими говорят, так они же живут в Прибалтике, как они живут в других странах. Без коррупции и как положено. Мы этого добьемся. Вопрос. Спасибо. Я вам хочу спросить. Вы знаете, вы много делали ответов, я говорю, бежим в активе с новыми. И мне постоянно как бы обидно, когда говорят, что вы как-то как-то моментом... Мне обидно. ...как вы какой-то лидеры политические, хотя на самом деле они так бегут, они ничего не делают для того, чтобы не выполнить активы, как-то отходить. Я бы хотела очень слышать, что вы предлагаете делать по этому поводу. Отличный вопрос. Это правда. Это моя боль. Просто письмо из России, в котором Россия признает эти деньги криминальными. Но они пишут в Россию письмо папе Артему Чайке. Вон выключается. Огромное количество заведенных денег, как это возвращают, например, африканские страны прямо сейчас. Было бы желание, когда правительство на все эти активы скажет, вот у нас есть суд. Многие, многие, миллиарды, десятки, возможно, сотни долларов мы вернем. Люди, которые осуждены по тем, что мы видим статьям, чисто из-за того, что у нас полутировали полицию. Я не верю в российскую конституцию. Принято, принято. Сейчас я перепишу. Принято у демократических политиков. Или у политиков, которых там называть либеральными, каким-то. Принято сказать, ну вот конституция у нас неплохая. Писали такие хорошие дяденьки в 90. Не трожьте конституцию и все остальное. Я считаю, что конституция в России ужасная. Потому что по этой конституции Путин умудряется стать, вот сейчас, в шестой раз, в четвертый раз идти на президентский. Ее нужно переписать так, чтобы железным, независимость судов, конституция должна стать практическим законом. И, конечно, да, я намерен ее переписать. Но что касается этих вот законов, идиотских, я не считаю закон о курении, борьбы с корением, извините, идиот. Что-что? На низовом уровне выбора. Судьи, как я вижу будущее Путина. Сказались только Путину. Меня многие ругают, потому что я сказал, там надо дать гарантии безопасности. Ну да, если завтра, сейчас там стук в дверь, тук-тук-тук. Заходит там Путин, говорит, ребята, я вижу, вы в Уфе собрались, вы классные. Я понимаю, что я вам не могу противостоять, потому что за мной только нота, а как-то я вижу, что силы неравны. Поэтому я решил переехать, кто станет президентом, ты или Шойгу, или кто-то. Кто станет, то станет. В этой ситуации мы говорим, вот тебе бумага, и пусть на своей прекрасной итальянской плитке загорает. Если такого варианта нет, то, наверное, получится. Он же сам сжигает все корабли. Он же сам всех маргинализирует. Он сам не пускает в политику никого. Ни нас, ни вот их за окном этих ножек. Значит, я буду досмерть такая. Мы много видеть. Если я вас видеть, и я желаю вам беречься. Спасибо. За это оптимистическое пожелание. Не знаю, может, что-то все происходит. А-а-а-а-а-а-а-а. Решилась проблема в Израиле хоть какая-то? Статуса Иерусалима, статуса поселения? Нет. Проблема фалатленских островов решилась? Нет. Не решаются. Вот в современном обществе, кроме как войной, которую, наверное, мы не хотим себе вместить. Большинство стран его не признают. Там живет 3 миллиона человек, у которых российские паспорта, отнять их невозможно. Референдума. Но при этом я тоже откровенно говорю, ну, провели референдум, ну, как бы, типа, а дальше что? Визовый режим со странами СНГ, потом будет прописан русский народ в конституцию, как из государства образующих. И что станет с статьями 280-282? Значит, визовый, или не менее, я на этом стою. И считаю, что невозможно даже думать о решении в целом миграционной проблемы, очень важной и большой, без введения визового режима. Потому что мы не можем просто даже посчитать этих людей. Поэтому, да, будет введено. Что касается прописывания русского народа в конституции. Я считаю, прописывать в конституции не имеет смысла, но нужно принять просто другой закон. Я его писал, на самом деле, несколько лет назад. Закон о том, что гражданство русским и другим народам, которые не имеют другого своего государства, татарам, башкирам, чеченцам, не знаю, удмуртам, чумашам, у них есть другая государство? Говорят, братала, вот тебе паспорт. Ну, если это не работает, то тогда государство теряет смысл. Тогда, получается, мы не являемся прибежищем для какой-то нации. Пример, за который меня ругал Фильмман, ну, раз он уже вчера ругал, я уже все равно скажу. Ничего более важного для государства России, чем этот двухмесячный ребенок, которого они должны взять и приютить, немедленно дать паспорт. Они, наоборот, ему говорят, иди к чертовой матери. Поэтому, вот этот закон нужно принять, а если прописали либертарианскую партию, разрешите зачитать текст рисунка. Мы считаем, что существующие сегодня в России механизмы отсечения кандидатов существенно не искажают возможности граждан в увеличи мировоззрения, в данном случае вторичного. Вместе с тем, съезд либертарианской партии констатирует свою... Критическая часть. Принципиальное несогласие с несколькими пунктами предетской программы Алексея Навального. Главным образом в сфере усиления давления на бизнес повышением рот. Ну, окей, вот смотрите. Во-первых, большое спасибо либертарианской партии за поддержку. Во-вторых, ну вот вам типичный... Не больше 15 тысяч рублей. Сам не получает. Не может жить нормальной жизнью. Он не может лечиться. Он не может покупать продукты. и не может там стимулировать малый бизнес своим потреблением. Он не может сделать ничего. Он в конечном... Но многие другие к ним ближе, но они поддерживают меня, они поддерживают нас. Потому что верят в то, что наша политика настоящая. Вопрос. Правильно. И я хочу выиграть выборы. И я хочу принимать идиотизм. Это пытаться достичь другого результата теми же самыми способами. Сдевину с ними свою кандидатуру в мою пользу. Нет. Ну все. Ну то есть... Он... А, вы верите. Вопрос. Сейчас я вам дам слово. Он это понимает. Это и есть. Давайте вспомним разы, когда Путин упоминал моих... Друзья мои, ну подумайте, ну а что он мне... Он не придет на дебаты. Я хочу. И эту президентскую кампанию. Я буду каждый день вызывать его на дебаты. Но верите вы в то, что он выйдет? Нет. Именно поэтому он не пускает. Но он встанет сюда, рядом с нами. Я ему задам вопрос по любому из своих расследований. Про Руденбергов, не знаю, про падение уровня жизни населения, про гун-вор. Ответить-то нечего. Он песковый... Он же... Ну, чувак, а почему падение доходов населения на 5%? Он же фашистский режим власти. Но в дебатах это невозможно, поэтому они этих дебатов боятся, но мы будем их требовать. Потому что пока он вас только отчернеет. Два фильма. А так они вообще молчат. Потому что они поняли, что морду ругают какого-то Навального. Черт его знает, кто это такой. Лучше я за него проголосую. Они поняли это в 13-м году, и поэтому сейчас в основном молчат. И я знаю, что телевизор нам недоступен, так я поэтому и здесь пришел, забрался на тумбочку. Потому что, ну, вы и есть... Миха, самый рейтинговый выпуск ее смотрят 2,2 миллиона. Это среди. Мы только делаем это на 4 миллиона. Но так, ну, мы и не подключились все. Когда мы начнем... Почему? Расти будут? Иностранный рейтинг понизит, как долговые бумаги. Кто сказал? Нет. Да в том-то и дело. А вот это было... Предположение, я предполагал бы дальше вопрос. Вырастут! Просто... Когда меня там у рынок у нас будет расти. Они и так раздобрят. А... Пешки, здесь есть и Пешники? Есть. Не много, но есть. Я самый Пешник, я плачу налог 6%. Экономический рост будет ватывающих заводов было построено в стране за путинские 17 лет. Ни одного. Ноль. Вот она, понимаете? Почать дальше страну в сырьевой предаток, потому что им же ничего не надо. Для них экономика мечты заключается в том, что, ну, есть нефть, она течет по трубе, а труб по-другому. Да, я обещаю сюда. Алексей, вот федеральный закон о закупках, который же существует в России, на котором много ваших расследований построено. Вы считаете, он хорош? И когда вы станете президентом, будете ли вы его менять? Действительно, много наших расследований построено на возможностях закона о закупках. Впрочем, это было раньше, потому что сейчас ФАС вообще, наши жалобы особо не рассматривают и положительно не решают. Закон плохой. Он дает возможности нам. Если вы по этому закону живете много лет. Лет назад вы на Марцинкевича написали заявление. А чем вы? Более адские. Ну, а чем там устроили драку и всякое такое. Мы написали заявление о Худем. То, что его посадили по 2-8-2, несмотря на то, что мне его взгляды там противные и омерзительные, я считаю, что по 2-8-2 нельзя сажать никого. Я приходил к нему на суд и говорил, что его не надо сажать. Хотя он мне довольно сильно противен. Еще раз. 2-8-2 статья должна быть отменена. Я сейчас как адвокат больше всего пишу жалоб исток. Там вопрос сложный. Олигентарианцы зарадовались. Они знают, что я... Значит, я считаю, что нужно декриминализовать. Ну, это же тут много про термины. Сказать, что там разрешить свободное ношение оружия, такого не предлагает никто. Я считаю, что нужно декриминализовать владение. Коротко, у нас по-русски же чокнутые. Это вообще на выжить в России. Чокнутые алкоголики эти владения короткостволом. Я понимаю тоже, что это не самая популярная точка зрения, но тем не менее так считаю. Когда понедутся отмена вашего нового прибыла? Я предполагаю, они гарантируют. Я докажу, что это все было там и регистрировано. Как они это сделали в Москве. И они сделают это, потому что в столкновении напрямую с общественным мнением они на самом деле всегда уступают. Вот во всех случаях, когда есть прямое столкновение. Например, все московские улбанисты вы всех записали в Собянинский музей по уголовным вообще не заслуживающим. Заскал с газовскими активистами и сребезаем. Сложные вещи выстраивать в коалиции. Потому что с националистами, с либертарианцами важная вещь, которая занимает усталость от людей в политике. Ну, этот говорил прикольные вещи. Не так хорошо, как хотел бы, но мне кажется, пока лучше, чем в Тихо. Честно. Бороться? Просто бороться. Потому что давали смешную документ избирательной комиссии, что пришел иностранец и проводит какие-то манипуляции в кармане. Чаще всего на выборах, на которых мы видели запасбирателей тоже самое Единая Россия. И формально сидят наблюдатели-коммунисты, а на самом деле они администрация. ноги, Продолжение следует...